Здравствуйте, Ронни! Меня зовут Юрий Спасокуркоцкий, и я считаю... Могучий и непобедимый король Ронни Колман, восьмикратный мистер Олимпия, 4 декабря 2015 года, посетил клуб Марк Аврелий в Москве. После перенесенных операций по замене тазобедренных суставов, Ронни сегодня с трудом дается каждый шаг. Но мы верим и есть надежда, что состояние улучшится, и он будет поддерживать форму. Во всяком случае, его руки и сегодня выглядят отлично, хотя ему 51 год, и он продолжает тренировать верх тела, несмотря на боль и трудности. В клубе Марк Аврелий чемпион окружила толпа фанатов, и несмотря ни на что он вставал для каждого селфи на ноги, чем тронул и даже потряс всех присутствующих. Затем руководители клуба и представители компании Food Direct Asia похитили легенду бодибилдинга у его фанатов и любезно пригласили меня взять у него интервью, столь ожидаемое моими любимыми зрителями и подписчиками. Здравствуйте, Ронни, меня зовут Юрий Спасакукотский, и я считаю вас наиболее массивным бодибилдером за все времена существования бодибилдинга, собственно. Здравствуйте, Ронни, меня зовут Юрий Спасакукотский, и я считаю вас наиболее массивным бодибилдером за все временем. Спасибо, сэр. Скажите, пожалуйста, может быть у вас у самого был когда-нибудь кумир, человек, который вас вдохновляет? Например, для многих это был Арнольд. Был ли у вас человек, который мотивировал стать таким, как сейчас? Нет, нет, я никогда не получил возможность быть студентом в бодибилдинге спорта. Я просто бросил нас прямо в него, и от того, что... Ронни сказал, что у него не было идола, и, в принципе, как он начал заниматься, многое ему давалось очень легко. То, что вот он, как только пришел, еще даже будучи студентом этого вида спорта, он уже добился хороших результатов в любителях. И вот на следующий год потом он внезапно становится профессионалом. То есть он сказал, что ключевые факторы для него были преданность делу, режим и, конечно же, генетика. То есть он именно в рамках самого себя. Многие знают, что Ронни до того, как занялся бодибилдингом, занимался пауэрлифтингом. Можно узнать, до какого уровня он дошел, какой был лучший результат в пауэрлифтинге в жиме, приседе и тяге? Ронни, в принципе, начал заниматься пауэрлифтингом с 79-го года. Занимался им в течение двух-трех лет, именно вот прям усиленно, сосредоточенно, до 82-го года. И когда он пошел в колледж после 82-го, он увлекся больше американским футболом. То есть он не посвящал, ну, прям 100% своего внимания пауэрлифтингу. Он занимался 2-3 раза в неделю. И, возвращаясь к теме пауэрлифтинга, он сказал то, что не гнался за весами. И когда, ну, следил за своими рабочими весами, то он жал 250 фунтов, это где-то порядка 115 килограммов, если на скидочку. И 450 он и приседал, и тянул. Просто упорство в зале, и все. Как бы ты ни занимался, главное это упорство силы воли. Что считает Ронни? Нужна? Ну, просто... Просто хардкор? Да. Я действительно верю в это делать все, что я всегда верю в хардкорное тренинг. Если это просто ходить на улицах каждый день, я всегда верю в это тренинг реально сильно. Ну, Ронни ответил, естественно, то, что это все-таки должна быть очень такая тяжелая, усердная работа, в первую очередь. Это важна концентрация на том, чем ты занимаешься. Ну, и, конечно же, это должен быть хардкор, то есть ты не должен себя жалеть. Если ты все-таки собираешься выступать, то нужно все-таки основательно подходить к тому, чем ты занимаешься, и труд все перебет. Организатор приезда Ронни Колмана в Россию – компания Food Direct Asia, эксклюзивный дистрибьютер бренда Ронни Колман Signature Series в России, Казахстане и Беларуси. Ронни, посмотри множество видео, где вы поднимаете огромные веса и работаете на силу. Можно также сказать, что есть бодибилдеры, которые утверждают, и тренеры, которые утверждают, что веса совершенно не важны. Главное – качественно, плавно выполнять упражнения с концентрацией, а большие веса вообще не нужны. Возможно ли действительно, что это так? Или все-таки невозможно построить мышцы без больших весов, как вы это делали? Хорошо, давайте вернемся к весам. Потому что некоторые компетитивные бодибилдеры и даже тренеры, они сказали, что форма очень важна. Как вы выполнили это, как вы делаете, как вы делаете. Да, да, да. Легко, просто концентрированы. Так что вы думаете, что это возможно, чтобы построить большую грудь и качественную мышцу, используя эти методы слоу-мошен, концентрирование. Вопрос итоговой иронии на счет того, что если для тебя что-то работает, неважно, либо это большой вес, либо это все-таки вот такая вот строгая техника, если это работает, если ты вот прям отдаешь всего себя, вкладываешься на все 100%, то результаты ты в любом случае достигнешь. И самое главное, это все-таки преданность своему делу, концентрация, сфокусированность. Политический вопрос. Все, в принципе, понимают, что бодибилдер с большей мышечной массой, в принципе, до сих пор не было, чем Рони. И когда, до того, как Катлер выиграл у Рони, он не смог взять девятый раз Олимпию, в принципе, была такая традиция, что бодибилдеров не побеждают, они уходят сами. Как Дориан Ятс ушел сам, его никто не победил, Лихени, Арнольд. И вот, когда я должен был девять раз стать министром Олимпия, Рони, почему-то стал Катлер. Хотя прекрасно понятно, что он не стал в два раза больше и лучше, чем он был. Возникает вопрос, это был все-таки политический ход, нужный для... Понятно, что для Олимпии лучше, чтобы менялись периодически, чтобы людям не было скучно, которые приходят на соревнования, да, люди? Или все-таки действительно Катлер как-то невероятно в тот год улучшил свою форму, а Рони действительно ухудшил? В общем, Рони заключил так, что я за все то, что приносит пользу нашему спорту. Я уже, в принципе, смирился с этим решением, но я действительно считаю, что это отчасти был политический ход, потому что все-таки восемь раз подряд выигрывать, сравняться с Лихейнем, то есть до этого этот рекорд казался каким-то недосягаемым. Здесь он сравнялся и, в принципе, мог бы его побить, и, возможно, это был бы тогда уже вечный рекорд. Но, видимо, промоутеры и судьи захотели сделать так, чтобы был новый чемпион и как-то оживить, что ли, борьбу на следующие годы. У меня... ...по поводу Тома Плацца. Все знают, что у Рони были огромные мышцы, огромные ноги, и все знают, что был легендарный Том Плацц, у которого невероятный был объем бедра. На самом деле были ли ноги у Рони больше, чем у Плацца, или меньше? Окей, то есть вопрос, конечно, о этой части твоего ряда, о больших квадзах. Да, да. Были твои квадзи больше, чем Том Плацц? О, нет. Нет? Спой? Может быть, они гораздо маленькие. Много маленькие, никакой. Прямо. Я пытался их получить, но я сделал лучше, чем Том Плацц. Я так решил подшутить. Все равно, как мне кажется, это был все-таки серьезный ответ, что нет, они у меня были намного, действительно он сказал, эллац, мол, намного меньше, чем у Том Плацц. Все мы прекрасно видели его ноги на сцене. Я понял, да. Он сказал, что меньше. Я понял. Значит, последний серьезный вопрос. Бывает у спортсменов, у бодибилдеров других, да, ситуация, что нету, не хватает силы воли. Вот нет сил, готовишься к соревнованиям, и так тяжело, что сила воли тебя покидает. Что может посоветовать Рони? Что делать, когда уже из последних сил готовишься, и уже просто не хватает силы воли. Как выдержать? Итак, вопрос про мотивацию. Как я стал мотивироваться, я всегда думал о результате конкретного продукта. Я всегда думал о том, как я смотрю, когда я на сцене. Рони просто представлял то, каким он хочет выглядеть. Это, собственно, двигало его вот в эти вот сложные моменты, и когда ему было трудно, он понимал, и он изначально настраивался, что не будет легко, будет очень трудно, но тот продукт, тот результат, который он покажет на сцене, он действительно будет соответствовать тем критериям, которые он хотел сам от себя. Большое спасибо. Можно фото. Для меня встреча с Рони была очень важным событием, и я считаю это честью для себя. Я большой фанат силовых тренировок, и не склонен осуждать за последствия экстремального тренинга. Его пример это напоминание всем тренирующимся, что большой спорт и здоровье трудно совместимые понятия. Поэтому лично для себя я выбрал пусть даже умеренное количество мышечной массы, и более осмотрительный тренинг. Но я бесконечно уважаю короля, и мы все понимаем, что он был лучший. Его мышцы пока не имеют аналога в истории нашей планеты, и никто не смог сделать ничего подобного. Поэтому я советую вам также смотреть запись интереснейшей пресс-конференции с Рони Колманом, которая будет разослана всем подписчикам моей секретной качалки в качестве новогоднего подарка. Подписывайтесь и получайте подарок от меня к себе на личный имейл. Великий бодибилдер отвечает на ряд интересных вопросов от представителей прессы. Это нельзя пропустить. Сегодня я задумался, что уже 20 лет работаю тренером, и провел более 50 тысяч персональных тренировок. Эта цифра невольно впечатляет. Также я уже 7 лет провожу удаленные тренировки по скайпу. Но затем я задумался о другом. Что именно я припринял за 2015 год, чтобы увеличить эффективность тренировок по интернету. А вот что. Я начал более активно использовать вайбер и ватсап. Больше не нужно ждать, пока тренер появится в скайп. Просто напишите сообщение в удобной программе, и я вам перезвоню либо напишу. Теперь обе программы имеют режим голосового общения, как и скайп. Записать вашу технику выполнения, упражнения на видео и отправить ее тренеру теперь дело нажать одной кнопки. Вайбер и ватсап в помощь. Более подробный анализ дневника клиента. Если у вас не растут мышцы, возможно, вы неправильно разминаетесь. Я присылаю точную схему весов и повторений в разминочных и рабочих сетах, закончив анализ дневника. Статодинамические программы тренировок. Надоело работать на силу? Травмы не позволяют расти, повышая силовые? Не стоит опускать руки. Статодинамическая тренировка убивает мышцы, при этом щадя ваши суставы и связки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...